Ну давай сделаем мне нормальную фотку. Сделали. Мне сделали нормальную фотку, это круто. Что у нас? Мы в зоологическом, блин, зоопарке. Это значит парк, который находится на очень высокой высоте. Мы пришли вот так вот и мы здесь, короче. Всякие филиппинцы задолбали. Ну что ты, гонконгский мудила. Йо, слушай, ну скажи мне, братан, чё, как тут? Нормас? Мяу. Бросок кобры. Где Крися? Крися где, а? Ну ладно, вы ещё, наверное, вас этим надо полить. Всякими химическими отработанными веществами после шампунями, пластмассы. И вы станете точно ниндягами. И так, мы находимся на всемирно известной баскетбольной площадке. Слева в левом углу ринга цветной дом с пальмами. В правом углу ринга маленький цветной дом без пальм. И так, я на баскетбольной площадке. Я лежу, на меня светит солнышко. Сегодня плюс 23. Пузо у меня так и не похудело, но я себя чувствую отлично. Следующая остановка Икеа. Что бы вы поняли, мы сейчас, блядь, то ли в UPS, то ли в какой-то хуйне коробки отправляем, блядь. Тойота, управляй над мечтой. Ну шо? Блядь, просто нелегал. Там педаль надо выжить, чтобы запустить. Да я выжил. Не право? Можно я просто су? Тогда не надо. Потому что, блядь, ну. Блядь, что с ней сделать? Как назад приехать, блядь? Я, кстати, на этом говне не ездил в первый раз. Хотя была возможность. Наташка, ну как тебе? Чувствуешь себя нелегалкой? Вообще. Вообще, да, мы где-то на скал... Да, мы отсюда пришли. Так один хрен, она наклонную сейчас все остальное сделать. Вы просто понимаете, что мы, типа, в Гонконге, где-то на складе, на каком-то этаже зашли сюда и просто здесь шляемся по складам. Просто... Вы понимаете, что какая дыра в законе, как бы, и вообще вон детская хуйня какая-то. Да, можно брать и уходить. Просто можно брать и уходить. И хуй нас кто, блядь? Где я тебя, телевизор-массажёр? В точку джипа, как мы будем искать? С жопой. Ой, как хорошо, что вы не знаете, что у нас в коробках. Я говорю, как хорошо, что мои подписчики не узнают, что у нас в коробках. Как хорошо. Может, плохо. Может, плохо. Как бы узнали, у тебя бы было больше подписчиков. Ой, ладно, Наташка, держи. Так, подожди, а куда как? Переносим? Ну давай, я просто думаю, что это положительное место. Ладно. Положим сюда. Не, давай рядом, чтобы, блядь, никто не уронил. Ну, да, такое средство. Сука. Надо ещё найти вывеску геодиск. Ладно, давайте включимся тогда, когда либо что-нибудь украдём, либо кого-нибудь найдём. Ты хочешь на поддоне всё повезти? Ну, да. Ну, просто, чувак сказал, что если никого едят, ну, наверное, вас не дождались. Вот, у вас есть два возможных вариантов развития событий. Можешь забрать всю хрень с вами с собой, вот, и привезти завтра в 9 утра. Вот. Либо оставьте это у этого... К погрузчика? У охранника? А? Потому что, как я боюсь, что вы просто катаете. Ага. Ну, и это всё пропадёт. Там или... Охранника к нам к какому сейчас? Который на улице? Да. Вот этому, видимо, не... Не... Не очень... Не очень... Мажем. Ааа, я так понимаю, что на этот этаж просто как бы на некоторые этажи выключены лифты-то. И мы сейчас с тобой опять всё попрём пешочком. Ёпта. Ёпта. Чё интересного-то есть? А, я знаю, мы можем там бочком-бочком пойти. По лестнице? Не-не-не. Там есть ещё лифты. Два маленькие. Да, это звучит очень жёстко. Мы привезли товар. Следующее включение будет стримой Гонконг. Собака съела товар. Скажем. Нет. Ёноду крал рохлю. Такое ощущение, да. Мы просто шатаемся по складу по ночному. С двумя коробками. Вы не знаете чего. И хорошо. Короче, рохлю я отдал. Чё, на ресепшене никого? Тут, смотрите, написано. Пожалуйста, гуляйте у нас, берите что хотите. Это only exclusive. Only exclusive. Ну, наверное, к тому охраннику, наверное, надо. Нет. Чё, и охранника нету? То есть, может, цветочки есть? Мандаринки. Эти, типа. Эй, молодой человек, молодой человек, ну кому? Пошли вы нахуй, блядь. Это моя рохля. Извините, пожалуйста. Там вы не так говорите. Милицию вызовут. Милицию? Ой, простите. Тут есть что-нибудь интересное? Рабочее место выглядит просто. Да, по-моему. Не-а-а. Мы сейчас съехали, оказывается. На бом-лифте. Давай следим, там сейчас сродим. Короче, нам отсюда во второй блок теперь надо. Это какая-то просто дичь. Короче, из первого блока нас послали во второй блок. Сейчас мы, короче, возвращаемся обратно только уже не на девятый этаж, а на шестнадцатый. Старшову позвони, ептый. Мы опять пришли туда, откуда нас послали. Да я знаю, как можно на шестнадцатый этаж поехать по Антону. Я тоже знаю. Потому что меня сейчас тут сразу сломало. Слушай, надо было просто не сразу на Антону. Да подожди, сейчас там дед, мне кажется. Дед мопед сейчас какую-нибудь фигню размутит. Ай, дичайшая, просто дичайшая. Вот так мы просто хуй поймем на Алиэкспрессе. Ты чё? Папа. Ужас, конечно. Виталик прислал. Виталик прислал. Виталик прислал, да. Японский тиндер, ептый. Точнее, не тиндер, но просто японский мисаки, ептый. Привет, мисаки. Ну, шея хи. Сасаки. I need my bolts. Всё, рахля с коробками ушла. Теперь мы пойдем, наверное, подкрепимся. Вот лифтик. На джи. У нас опять квест. Квест, квест, пистол. Всё. На девятый, потом на пятый. На пятый, потом на пятый. На пятый. Мы с Наташей снова в нашей любимой суповой штуке. Мы, типа, короче, ставим всякие галочки и нам приносят хавку. И мы не знаем после нее у нас болит животы или нет, но здесь очень, короче, вкусно. Вкусные пельмешки. Они жареные, есть вареные клёски. Тихо жареные. Что, чай? Хуй знает. Если чайник, можно, я не знаю. Нет, это эти. Мы всегда думаем о ней. И когда она говорит о ней, Но я не знаю. Но я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Ладно. Я не знаю. Продолжение следует...